ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они скрипят и стучат, будто требуют покоя. 30 лет для трамвая, а именно столько лет почти всем челябинским вагонам, это много. Все они, кстати, сошли с конвейера завода Уськатала. Здесь и рождается облик будущих вагонов. Конструкторы могут днями и ночами трудиться над эскизом одной детали. Сам оператор непосредственно сидит и каждую деталь отдельно проектирует. Вначале все воедино вместе, узнать, какое будет электрооборудование, понять, какая будет тележка, какие будут, например, стеклоизделия, какая облицовка, и начинаем непосредственно всем отделом работать по группам. Два месяца на разработку одного макета. Стандартный односекционный трамвай состоит из двух тележек. На них крепится рама и металлический каркас вагона. С крыши трамвая присоединяет пантограф, своеобразный токоприемник. Инженеры шутливо говорят, здесь они рождают трамваи. Ведь на то, чтобы собрать один вагон, требуется 9 месяцев. В этом цехе сварщики собирают основу. Тележка – так называют ходовую часть вагона. Именно она двигает трамвай по рельсам. В течение дня на нее крепят двигатели, редукторы и тормоза. Если раньше мы получали те же самые редуктора, многие комплектующие получали мы из-за границы, из Чехии, то сейчас мы освоили изготовление редукторов, муфт и многих других комплектующих и изготавливаем их самостоятельно. И мы не останавливаемся на этой программе. Наша цель, если сейчас в настоящее время локализация или импортозамещение примерно 90%, я думаю, что мы добьемся. И в следующем году, может быть, не полностью 100%, но под 100% мы будем выходить и полностью будет трамвай именно наш отечественный. В сутки одна тележка. Она проедет 300 тысяч километров без ремонта. Это 15 поездок от Калининграда до Владивостока в обе стороны. Основной отличительной особенностью данной тележки от тележек предыдущего поколения является наличие двухступенчатого ресторного подвешивания, которое состоит из элементов резинно-металлических элементов буксового подвешивания. Эти элементы, они в первую очередь гасят шумы, которые передаются при движении трамвая по рельсам. И вторая и главная часть подрессоривания – это центральное ресторное подвешивание, которое состоит из пружины, дополнительные резинно-металлические амортизаторы, гидравлические гасители колебаний. Все вместе в сумме это позволяет достичь хороших характеристик по плавности хода. Здесь же проходит процесс сварки каркаса вагона. Мастера собирают его из разных частей. Далее трамвай отправляют в камеры для грунтовки и покраски. Здесь же используют дождевую установку. Час поливают вагон обычной водой. Трамваи должны быть готовы к любым экстремальным условиям. У новых трамваев, не тех, что колесят по челябинским рельсам, автономный ход. В случае аварии они могут проехать без электричества километр с опущенным токоприемником. Эта опция заинтересовала заказчиков с Дальнего Востока. За все время работы в Усть-Катаве выпустили более 25 тысяч трамваев. Сегодня они перевозят пассажиров в Казахстане, Латвии и в 56 городах России. Челябинск не исключение. Суперкомфортных и новых трамваев в Челябинске немного. Если быть точнее, один. В вагоне есть кондиционер, телевидение и пандус. Революция трамвайный парк Челябинска ждет в следующем году. Власти города объявили о покупке 10 вагонов нового поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова